МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, всем добрый день! Мы хотим сегодня вас познакомить с нашими преподавателями. Кто эти люди? Что они делают с нашими учениками? Я думаю, что только самые лучшие вещи. И вот пару минут нам сейчас расскажут всё о себе. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, что вы преподаете, и как вам процесс обучения именно в ведущих? Нина Петровна Кондратьева. Я вот в этих прекрасных стенах заведую кафедрой режиссуры и преподаю на этом проекте режиссур, мастерство актеров, так скажем. Дима думает, что это режиссур, а я совмещаю, потому что одно без другого невозможно. И что я думаю? Что вы думаете о наших ведущих? Чем-то отличается от обычных учеников? Как бы уже взрослые люди, я так понимаю, некоторые из них, я понимаю, что там разные категории, но всё-таки цель у них уже общая одна – стать именно ведущими. Чем-то отличаются? Знаете, как до ведущих, конечно, очень-очень-очень далеко, потому что, с одной стороны, это замечательно, это прекрасно, что люди, которые как бы только начинают своё прикосновение к искусству, они чисты, они нетронуты, они… Рисуй, что хочешь, на них рисуй, что хочешь. Заниматься очень интересно с ними, потому что они любопытные, они хотят, они готовы работать, работать много, и это здорово, потому что никуда ж не денешь. Это правило Станиславского, что режиссуре научиться можно, но научить никак нельзя. Если человек не будет хотеть всё из тебя вынимать, вытутывать и забирать с собой, то, конечно, процессы не сложатся. Чем они отличаются? Да, ничем они не отличаются, потому что студент есть студент, и неважно, на каких правах он вступил, то ли в проект, то ли в учебное заведение, он есть студент. И вот я выпустила только группу, студенты, которые и с 11, и с 7 человек, с 12, с 3 нарушения образования, и ничем они не отличаются. Они приходят к педагогу и становятся маленькими, шаловливыми, пытливыми, а эти ещё и очень красивые. Поэтому... Нет, да? Да, я видел. Красивые, разные, интересные. Сегодня у нас к величайшему сожалению прошло последнее занятие, потому что, конечно, с ними хотят заниматься, заниматься, работать, работать. В общем, мы только чуть-чуть чему-то научились. Уже расставаться, уже всё. Да, и только пошли какие-то шаги, какой-то интерес пошёл уже, на сцене что-то стало получаться, и надо расставаться. Ну, это всё тоже. Ну, я думаю, что на этом же не будут у нас точки какой-то жирный какой-то. Не будет. Думаю, что будет продолжение проекта. Будем их до конца доводить, для того, чтобы они стали профессионалами. Очень мощные. Ну, это опыт, опыт, опыт ещё должен быть. Я видел, что на ваших уроках очень много практики. Вот я зашёл буквально на 15 минут, и вы вкладываетесь очень хорошо. А скажите, что именно по практике удалось в них, так сказать, засунуть, можно так сказать, что удалось передать именно по практике? Что уже получилось чуть-чуть? Но если коротко сказать, это вы не были на первых занятиях, первое, вот самое-самое начало, конечно, когда только постижение идёт, куда я вообще попал, что это такое за чудо такое, почему это такое таинство, это театр, что это вообще такое. Была теория немножко. А потом, конечно, это всё практика, практика, практика. А что удалось? Ну, Лёшу перестали мешать руки. Как-то начали находить им тоже применение, а это потому, что появилось дело конкретное на сцене, появились задачи. Еринка перестала быть только хореографом, стали появляться. Ещё какие-то раскрываются очень-очень интересные качества. Они вообще очень интересные, удивительные. Максим обладает таким актёрским сильным, мощным потенциалом. Просто хочется работать, хочется, конечно, раскрывать. Ну, очень рад, что они вам понравились. Спасибо, что вы уделили мне время. И Димочка, что же мой выпускник, как-то что. Вот так вот, по-другому никак. И ты мой мальчик, мой мальчик, ган. И пришёл по тому сюда. Пришёл домой. Ну, Дима уже вырос, уже, так понимаю, очень хорошо. Поэтому уже... Мальчик, да. Интересно нашёл себя, интересно раскрыл. И сейчас какой-то такой, мне кажется, очень вкусный период в его творческой жизни, потому что он горит. Из него просто за край вываливаются очень интересные творческие идеи. С ним очень приятно общаться. И он, ну, категорически заразительный. На это очень большое качество. Окружить себя. Да, тоже игрорская качество. Своим делом увлечь всех. Поэтому мне очень радостно быть в этом проекте. Очень радостно. Ну, вы часть этого проекта. Вы чуть-чуть вложились в Диму. Да, Дима, вот такие удалпозы. Спасибо. Ну, я помогла тут вам. Решение каких-то вопросов. Я с удовольствием обречу вас. Отлично. Хорошо, что вы отдалили нам время. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, что преподаете. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.